Всем привет! С вами Александр, вы на канале Сашка Борщ. И сегодня речь пойдет о том, что такое ДДОС Атака. Я на пальцах вам объясню, что такое, как она происходит и чем это вызвано. В общем, а перед тем, как мы начнем, рекомендую подписаться на канал, шмякнуть колокольчик, поставить лайк, ну и все эти процедуры стандартные. В общем, давайте для начала разберемся, что такое ДДОС Атака. В общем, есть у нас сервер. Вот это вот чудо-штука, это сервер. Это, грубо говоря, тот же компьютер, только очень мощный. Вот, и есть у нас пользователи, наши компьютеры. То есть вы такие же пользователи, и я пользователь. То есть мы, заходя в интернет, нам что-то нужно. Например, вот давайте простой пример. Вот недавно игра есть такая, вот, так и называется, вот, World of Tanks. И вот ее ДДОСили. То есть что происходило? Очень ужасные фризы происходили, все тормозило, все невозможно было играть. То есть чем это было вызвано? Как это устроено? То есть на сервер подается информация какая-то, подается запрос пакетами по определенному протоколу. Ну это все, короче, лирика. В общем, подается обращение. То есть сервер, вот тебе информация, дай мне обратно. То есть как дела? Он вам отвечает, нормально у меня дела, а у тебя как? Вы ему тоже нормальные? Началась такая беседа. Компьютер, то есть пользователь и сервер. Туда-сюда пакетами обмениваются, все работает. Сервер рассчитан, например, на 100 тысяч запросов, ну, вопрос-ответ в минуту, к примеру. Это все образно, это все приблизительно. Вот он рассчитан на такое количество, то есть 20 тысяч, например, пользователей. Отправили по 5, все, вышло в общей сумме сотку. Сервер справился, он выдержал, то есть его пропускная способность это позволила. Все, тогда ничего не лагает. Но есть такие недобросовестные люди, как хацкеры, они делают дедос-атаки. И дедос-атака заключается в том, что максимальное количество запросов отправляется на сервер, которое будет превышать гораздо там в десятки, сотни раз, чем пропускная способность самого сервера. То есть получается, отправляется уже не 100 тысяч, опять же, это все образная величина, это все не конкретно. Отправляется миллион запросов. И сервер просто не может, он пытается ответить на каждый запрос, пытается выполнить все это дело. И не может обработать такое количество информации. Просто начинаются лаги, то есть частично он какие-то полезные запросы, то есть уже от вас, которые вы действительно хотели узнать. Он пытается ответить на какие-то из них, пытается ответить и отвечает, на некоторые нет. То есть это все в процессе обработки, начинается полная вот ханалия. И в общем, это из-за уязвимостей. Не только любая вещь как бы уязвима, то есть все, что создано человеком, оно в любом случае будет уязвимо. Даже и не человеком, потому что, блин, нет ничего совершенного. В общем, такой вот краткий экскурс о DDoS-атаках. То есть это просто простыми словами превышение максимальной допустимой нагрузки на сервер. То есть если там он делает 100-200 тысяч запросов, а ему дается миллион, два миллиона. То есть просто со всех источников, например, начинают компьютеры отправлять запросы. Вообще, как бы, есть такие вирусы, которые на компьютере у вас даже, возможно, есть. Они никак себя не проявляют. Но с помощью этих вирусов в один определенный момент ваш компьютер может использоваться в качестве устройства для DDoS-атаки. То есть он и будет генерировать эти запросы. Если их там 100 тысяч из этих компьютеров, которые вирус вы никогда не видите, он никак не отражается на вашей работе. Он просто потом начнет посылать запросы. Вы даже об этом не будете знать. И даже после того, как уже будет посылать запросы, вы все равно об этом не будете знать. В общем, вот такая вот небольшая история об этом. Кому понравилось, ставим лайк. Кому нет, ставим дизлайк. Ну, что-нибудь ставим. В общем, всем спасибо за внимание. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok